Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Андрей Порубий, 43 года. Львовский националист еще в конце 80-х организовывал молодежные отряды, чтобы бороться за независимость Украины. Этот опыт пригодился ему во время Оранжевой революции в 2004-м. И особенно во время Евромайдана. Порубий стал его комендантом и руководил так называемыми сотнями. Первый Майдан не принес Порубию никаких должностей. На память остался орден за заслуги третьей степени и фотографии с Ющенко, который эту награду ему и вручил. Но главное, Порубий понял, за счет чего сможет продвинуться вверх по государственной лестнице. Он решил отойти от образа радикального сторонника идеи Степана Бандеры и Романа Шухевича и стать умеренным националистом. Сначала в рядах блока Ющенко, а потом и партии Тимошенко. Однако от идеологии защитника интересов незалежной Украины Порубий никогда не отказывался, а свой опыт уличного политика использовал в парламенте. Он часто выступал зачинщиком драк в Раде, а в 2012-м, когда обсуждался самый первый закон о языках, оппоненты сломали ему несколько ребер. Но решающим в его карьере стал все-таки второй Майдан. Порубий до этого все-таки несколько лет был народным депутатом Украины. То есть он-то в политике присутствовал. Да, он был заднескамеечником, не очень популярным, не очень известным политиком, но он представлял маргинальные неонацистские движения. Но когда они оказались хозяевами положения, то вполне логично, что Порубий вышел на первый план. В отличие от мирного оранжевого протеста, на этот раз Порубию и его отрядам действительно было где развернуться. К концу декабря под началом коменданта, или как называли его некоторые команданты Порубия, было 22 боевые сотни, то есть около 2000 человек. Когда в январе правый сектор решил пойти на обострение, Порубий воздерживался от политических оценок и говорил о том, что делает все, чтобы, цитирую, защитить народ от милиции. Если бы в Киеве не появились снайперы, можно было бы говорить о том, что Порубий проявил себя во время Евромайдана как блестящий лидер и стратег. Публично гибель активистов секретарь СНБО не комментировал. В его фейсбуке можно найти лишь ссылку на слова одного из участников самообороны о том, что в украинскую столицу якобы прибыли российские снайперы. Трагические события стали переломным моментом в противостоянии Януковича и лидеров Майдана. Украинский президент бежал из страны, единственным законным органом оставалась Верховная Рада, только она могла утвердить новое правительство. Собравшиеся у стен парламента отряды Порубия помогли партии регионов, составлявшие большинство, сделать правильный выбор. А где сейчас украинское государство удерживается? Вот парадоксальная вещь, хлопцы. Нет, не на Майдане, а именно в Верховной Раде. Если регионалы покинут зал заседаний, и там останется 222 депутата, не будет ни одного законного голосования и решения. Вот такая правда, хлопцы. Я вам скажу честно, хлопцы, для Госдепа Америки решения Майдана не будут легитимными. Голосование состоялось, и, как и предсказывал Порубий, Запад признал правительство Юценюка, а сам комендант был вознагражден высоким постом. Пиджак и галстук облагородили уличного командира, и Порубий превратился в одного из основных спикеров официального Киева. Именно из его выступлений стало понятно, что новое украинское руководство уже в феврале осознавало, во что может вылиться конфликт в Крыму. Сценарий, разработанный иностранными спецслужбами, распространяется и на другие области. Но мы локализовали ситуацию в Крыму, и я надеюсь, мы примем быстрое решение, чтобы локализовать ее полностью. Однако распорядиться имеющейся у них информацией власти Украины так и не смогли, банально не хватило ресурсов. В конце концов, командант Майдана, видимо, осознал, что создать собственную народную армию у него не получится, и окончательно превратился в малозначимого политика.